Привет, студент! Готов услышать самые последние новости студенческой жизни? Тогда садись поудобнее, мы начинаем. Команда Универ Ньюс подготовила все самое актуальное и интересное специально для тебя. С тобой Петрова Дарья, смотри сегодня в выпуске. Журналисты Казани выяснили причину роста КФУ в предметных рейтингах. Отцу, основателю Института международных отношений истории и востоковедения КФУ, исполнилось 75 лет. О росте КФУ в предметных рейтингах КУЭС говорили в информационном агентстве Татаринформ. Журналисты смогли задать ректору Казанского университета все интересующие их вопросы. Подробности смотри далее. В информационном агентстве Татаринформ прошла очередная пресс-конференция, которая собрала журналистов из ведущих СМИ Татарстана и России. Помимо ректора университета Ильшата Гафурова на пресс-конференции присутствовал и проректор по экономическому и стратегическому развитию КФУ Марат Сафиуллин. В этот раз пресс-конференция была посвящена предметным рейтингам и значительному улучшению в этих рейтингах позиций Казанского федерального. КФУ удалось войти в 8 ключевых предметных рейтингов QS, тогда как в прошлом году он входил только в 3. В области информационной науки и журналистики университет оказался на первом месте по России. В двух категориях английский язык, литература и образование КФУ занял второе место по Российской Федерации. Астрономия и физика 351-400, химия первый раз мы вошли вообще в этот предметный рейтинг по химии 400-1-500, но по Российской Федерации это пятое место. Ректор Казанского университета говорил о подготовке учительских кадров, ведь сейчас упор делается на формировании человеческого капитала. А оно, как известно, начинается еще в детстве, с детских садов, школ и продолжается в университете. И ни один педагогически специализированный университет близко к этому не подошел. Это говорит о том, что мы стали узнаваемыми в этой области, хотя Казанский госуниверситет никогда не готовил учительские кадры. Иршат Гафуров рассказал и о работе университетской клиники. Вот сегодня очень много говорят о том, что наши университеты должны участвовать в инновационных процессах, реализовывать или доводить собственные разработки до бизнеса. Мы по всем направлениям начали делать так называемые площадки для трансферотехнологий. Но в медицине это самое простое, это наша клиника. Вопросы были совершенно разные о финансировании университета и о том, удастся ли попасть Казанскому университету к 2020 году в топ-100 лучших вузов мира. Мы начинали, мы же в этом проекте чуть больше трех лет, да. Мы там вообще нигде не были. Сегодня мы вошли в 500 кузов. По предметным рейтингам нас вообще не было. В прошлом году мы вошли в 3, сегодня в 8. И сегодня мы достаточно неплохо развиваемся. Журналистов интересовала передача Альметьевского государственного нефтяного института и его влияние на общие позиции университета. Как повлияет он на наши рейтинги, покажет время. Предполагается, что будет заключено соглашение между компанией «Татнефть», Республикой, Федеральным министерством образования и науки Российской Федерации и нашим университетом, где все эти вопросы должны будут описаны. Каким образом нам подтянуть Альметьевский институт по тем всем позициям, которые сегодня мониторятся. Встречи, подобные сегодняшней, позволяют в полной мере раскрыть для общественности все те процессы, которые сейчас происходят в стенах Казанского университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Восьмого марта родился российский историк, специалист по международным отношениям, доктор исторических наук Гришин Яков Яковлевич. И в этом году он отметил свой юбилей. Профессору Казанского федерального университета исполнилось 75 лет. Как проходило торжество в Казанском федеральном, увидишь прямо сейчас. Мой самый счастливый момент, когда я зачтил докторскую диссертацию в Белорусском университете. Через полгода я получил диплом доктора наук. С этим дипломом доктора наук я еду к себе в деревню. Приехал в деревню, говорит, дома, мама сидит с подругами своими. И я, значит, подошел, поздоровался, вынимаю диплом, говорю, мама, вот диплом доктора. Но там есть еще продолжение. А женщины сидят, вот она этот диплом взяла, им показывает. Вот доктор наук. А женщины сидят и говорят, ну все, Катя, теперь Яша нас будет лечить. Доктором стал. Вот такой эпизод приятный, с таким вот, да, запоминающим. Многие знают Якова Яковлевича как заслуженного профессора, ученого КФУ. Но мало кто знает, что он еще и фотограф. Яков Гришин представил Казанскому федеральному университету свою фотовыставку, где любой желающий может прикрепить к фото свое название. Мы хотели на этой выставке показать разнообразие деятельности Якова Яковлевича. Он не только крупный ученый, автор более 30 монографий. Но он ученый с душой художника, поэтому здесь на выставке представлены его фотоработы. Торжество в честь юбиляра прошло в рамках расширенного заседания ученого совета Института международных отношений истории востоковедения КФУ. Яков Яковлевич когда-то выступил отцом-основателем института, а сегодня занимает должность заведующего кафедрой. В императорском зале университета собрались коллеги и друзья ученого. Не переставали звучать и слова благодарности, адресованные юбиляру, и бесчетные теплые пожелания. С таким выступил и ректор университета Ильшат Гафуров. Мучиться, радоваться нашим удачам, огорчаться нашим неудачам. Поэтому живите долго, Яков Яковлевич, на радость близким вам людям, на радость университету, на радость вашим ученикам, которые сегодня разбросаны по всему миру. Многие гости праздника делились добрыми историями о том, какую роль Яков Яковлевич сыграл в их жизни. Первый проректор КФУ Рияс Мазарипов, директор ИМАИВ КФУ Рамиль Хайрудинов, директор высшей школы истории ИМАИВ Айрат Сидиков и коллеги института поздравили юбиляра, подарив Якову Яковлевичу сертификат на сумму, равную годам именинников. Также подарок, который коллектив родного института подготовил, большой праздничный торт, оформлен в форме книги. Это, по словам директора ИМАИВ, символический 75-й том трудов ученого. Елизавета Ивтифеева, Роман Самарин, Универньюс. 10 марта в КСК КФУ Уникс стартовала студенческая весна 2017. Открыли ежегодный фестиваль студенты Института фундаментальной медицины и биологии, Института геологии и нефтегазовых технологий. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. В пятницу 10 марта в концертно-спортивном комплексе Уникс стартовал ежегодный фестиваль студенческая весна 2017. Студ весна – это самая яркая часть студенческой жизни, то, что запоминается на всю жизнь и заряжает тебя самыми положительными эмоциями. Первыми свои творческие программы представили студенты Института фундаментальной медицины и биологии и Института геологии и нефтегазовых технологий. До начала одного из главных мероприятий года за сценой царила полнейшая суета. Техническая группа в ОСУ устанавливала декорации, а участники фестиваля репетировали и пытались бороться с волнением. Виталий медицины. Оба института подготовили невероятно интересную программу. Мы, как строители Института геологии... Честь открывать весенний фестиваль выпала студентам Института геологии и нефтегазовых технологий, которые привели зрителей в зеркальный мир университета, а точнее показали души колонн главного здания. Напоминаю, что сегодня уже 1399 день на нашем предприятии без единого происшествия. А это значит, что мы имеем все шансы быть признанными международной комиссией, а простовым отделением. И я думаю, никому не нужно напоминать, что это значит, что мы всем коллективам полетим отдыхать куда? Правильно, в Лувр. Программа их представления была обширной, на сцене можно было увидеть и попури со всеми любимыми песнями, сцены средневековья и даже вид трагическую судьбу цыганки Кармен по мотивам одноименной новеллы Проспера Мирини. Студенты Института фундаментальной медицины и биологии предстали в совершенно непривычном готическом образе и с ярким лозунгом на сцене «Мечты наявы». Студенческая весна – это мероприятие, которое объединяет тысячи студентов Казанского федерального университета. Кто-то находит себя, кто-то друзей, а кто-то приходит поддержать своих одногруппников. Следующими свой институт представят студенты Института стальной философской наук и массовой коммуникации, Института вычислительной математики и информационных технологий. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюз. Вот и все новости на сегодня. Оставайся в курсе последних новостей с Универ Ньюз. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!